Кстати, была интересная дискуссия, а что такое наука и что такое инженерия, поскольку это соответствует инженерам по электронике, а не инженеры, хотя вполне высокий научно-профессиональный уровень публикации и их работу, как бы это действительно серьезные ученые. Они соответствуют, где лежит граница между наукой и инженерией, но тогда получилось, что науки почти не осталось. Итак, наука что делает? Она изучает наиболее общие свойства природы, общества, ну и как бы, так сказать, в основном, этим ограничивается. Инженерия занимается модификацией. Вот как бы они договорились в этом журнале, это не моя, так сказать, идея, это идея в количестве итогов этого журнала. Это было очень забавно. После этого мы поспорили на одной из конференций с одним из ведущих физиков России, вице-крезидентом Академии наук, выявившим как раз физическое отделение, академиком Андреевым. Вот в той структуре есть границы средств рудника и металла. Это как раз Андреевские отражения. Так вот, мы с ним договорились, что мы с ним плохо все-таки не взираем, так сказать, на всякие звания и степени. Мы скорее инженеры, чем ученые исследуют этой терминологией. Так что Александр Сеодорович Андреев признал, что он инженер. Но он еще и оправдался, говорит, а у меня в дипломе написано, что я инженер. Ну, понятно, физтех московский выпускает инженеров по квалификации, также выпускает инженеров и политехов. Поэтому мы с вами сейчас должны заглядывать в этот журнал. И вот, вы знаете, этот же первый загляд сюда меня очень понравился. Открываю этот журнальчик и вижу практически такую же картинку. Ну, может быть, она немножечко. Да, ну вот, это вот статья. Вам еще и внимание. Вот то, о чем я вам говорил, журнал у меня лежал в сумке. Да. Проторгерцовый вон. А дальше одна из иллюстративных картин была, это спектр. Я вам представлял, как вы помните. Кстати, товарищи студенты, как раз там спектр и ориентация в этом спектре, и что чему соответствует, это один из ключевых вопросов, которые я буду задавать на зачете. Так вот, вот этот спектр у нас здесь изображен, и изображены такие же женевские микросхемы, которые я вам, собственно, и показывал в прошлый раз. Так что, это лишний раз подтверждает некую актуальность поставленных в один курсе задачи. Ну, я думаю, что эту актуальность вы прочувствуете по степени нашей с вами подружности в современные проблемы создания той или иной аппаратуры, исследования характеристик. Ну, и самое желательное и самое главное, это практическая реализация тех или иных комплексов, систем, направленных на решение тех или иных задач, физических, атмосферных, медико-биологических и так далее. Обо всех этих вещах мы с вами поговорим. Кстати, я хотел с вами сейчас договориться о некоторой смене формата нашего мероприятия. Мне кажется, вот уже, поскольку это некая тенденция, уже второй раз у нас не очень удачно складывается с аудиторией, с оснащением. У нас с вами имеется вполне хорошая аудитория и, по большому счету, всех желающих мы вполне можем туда пустить. Поэтому я предлагаю перенеститься с нашими занятиями в лабораторию биогенной наноэлектроники, ну, а, соответственно, всех желающих оповещать и приглашать туда. В конце концов, шестой корпус нисколько не хуже, чем первый, но об этом мы сообщим отдельно. Вот пока, вот та лекция, которая через две недели состоится здесь же, она пока будет фигурировать в представлении дну. Следующая лекция на следующей неделе, ее здесь и нет в расписании, но я вас всех приглашаю, ну, соответственно, тех, кто сегодня не смог по темой причине, прошу их передать. Следующая лекция состоится у нас в лаборатории, но она состоится не в понедельник, а во вторник. Вот здесь я хотел спросить наших студентов, в первую очередь, поскольку они в большей мере ограничены расписанием, какие временные рамки построены бы вам желательно. Дело в том, что приезжает один из ведущих астрофизиков, с которыми мы плотно поговорим, и он почтет свою лекцию о том, а по что же все-таки сделать вот эти высокочувствительные приемники, и что это там за задачи такие в небе. Вот, конечно, и я могу, так сказать, эту информацию вам предоставить, но все-таки лучше выслушать ее, как мы договаривались, из первого курса. Так же, как мы с вами послушали предыдущую лекцию, лекцию номер 2, от японского профессора Сергея Ишитова. Так же мы планируем послушать лекцию голландского профессора Валерия Кошельца. Он к нам приедет тоже, и 27-го числа она у нас с вами состоится. Так что мы постараемся привлекать личные лекции либо авторов разработок, либо потребителей того, что мы с вами делаем, будем делать с тем, чтобы с первых рук получить эту информацию. Так что у нас по вторникам? До 16. Здесь висит много общей свободы. Во, превосходно. Тогда предложение будет совершенно простое. Мы с вами в окрестностях полудня проведем эту лекцию. Время сочню чуть позже. Там, да, читать за ее будет профессор Виктор Дубрович из Ленинградской границы, теперь Санкт-Петербургский филиал специальной физической обсерватории. Он здесь будет, так сказать, по целой куче всяких дел, поскольку мы с ним действительно намерены взаимодействовать и работать, ну и в том числе прочитать на улицу. Виктор Дубрович. Да. Пожалуйста. Сейчас у нас в процессе в Санкт-Петербурге, когда это в Пашу школу. Да, да, да. А второй год и в 11-10 лекцию. Все прекрасно. Вот и отрезу мы с вами займем. А, да. Итак, уважаемые коллеги, продолжая тематику на том, на чем мы вчера, неделю назад остановились, я позволю себе на этот раз сосредоточиться чуть больше на проблемах разработки высокочувствительной аппаратуры радиационного диапазона. Мы с вами уже там охватили общую колу, мы поговорили о физике, поговорили о технике, о генераторах, источниках и так далее. Но вот, собственно, для нас с вами все равно будет основной момент для создания приемной аппаратуры. А эта аппаратура, термирационный диапазон, имеет целый ряд специфических особенностей. Ну, для начала, ведь, ну, стоит оговорить, о каких сигналах оговорим о санкт-Петербурге. Более-менее понятно, что существует широкий круг разнообразных детерминированных сигналов. Ну, а вот астрономия и целый ряд других сфер предлагают нам работать не с детерминированным сигналом, а с сигналами шумовыми. И вот тут и возникает некая проблема, связанная с идентификацией, что же это такое у нас с вами на входе приемника. И сигнал, скажем так, от изожженныхся звезд представляет собой некий шум. И даже тот самый реликторный фонд представляет собой некий шум с определенным спектром, с распределением, так сказать, энергии по спектру. И это является, ну, как бы, так сказать, прошу прощения, Николай Федорович, реакция попозже цередания. Реакция идет, реакция. Чисто говоря. Уже? Ну, проекция прошла. Уже тревожился. И зашел ли я? И все ли идет? Мы не будем сегодня говорить о еще более широком классе терминированных, возможно, телекоммуникационных сигналов, сигналов систем радиолокации и так далее. Это, так сказать, особый класс. И дело в том, что реально на сегодня и телекоммуникации, которые должны прийти рано или поздно, как мы с вами говорили на прошлой лекции, и в суперелитровый диапазон в том числе, пока они еще туда не пришли. Также, как и не пришли, локационные задачи. Это, я вам рассказывал, что уже, как бы, так сказать, существуют некие подходы к тому, как на волнах там 0.1, 0.2, 0.3 кг на Герца зондировать можно гайку в космосе на расстоянии тысячи километров. Действительно, такие системы сейчас уже разрабатываются и делаются, но, строго говоря, на сегодня локационных систем в диапазоне не существует. Поэтому все то, что сейчас на передовом крае разработки, так сказать, приемных в КГЦО, это, как правило, приемники неких шумовых сигналов. И здесь эта задача решается разнообразными средствами, о которых мы с вами еще немножечко позже поговорим. Правда, я, помимо этих разделений на два класса детерминированные шумы, еще указываю еще одну важную особенность, которая сейчас для приемных в КГЦО в диапазоне представляет собой большой интерес. Дело в том, что, слава богу, здесь все присутствующие имеют в диапазоне радиотехнический курс, поэтому не нужно объяснять, что есть поляризация магнитных сигналов. Существуют сигналы, которые мы принимаем, самые разнообразные, как с линейной, так и с трудовой поляризацией. И в характере поляризации сигнала зарыта также немало информации. Так же, как и спектр того же шумового сигнала, в первую очередь, зарыта информация о температуре, следовательно, о скоростях. А если вы спектр поизучаете по внимательней, то вы найдетесь виртуальной особенности. Мы, собственно, об этом мы с вами уже на прошлой лекции также говорили. То есть вы можете диагностировать химический состав вещества. Несмотря на то, что вы это как с сигналом шумового, но у него очень много полезной и нужной информации есть. Поэтому приемники, главным образом, те, о которых я буду сейчас говорить, представляют собой приемники шумового сигнала, но с возможностью определять еще одну лизационную характеристики. Ну, я здесь нарисовал на скидку просто одну из структурных схем для лизационного приемника. Хотя, надо сказать, что, как бы, так сказать, разрабатываются два типа приемников. Приемники детекторные, по сути дела, утрачивающие вот эту информацию о спектре, о фазе, они просто сваливают все, что развивается в ADC, и вы утрачиваете значительный кусок информации. Но при этом эти детекторные приемники, построенные на различных, так сказать, детекторных структурах, приемников, приемники, обладают самой высокой чувствительностью. Суперкетеродные же приемники, они позволяют сохранить информацию о фазе, позволяют сохранить информацию о спектре принимающего сигнала, поэтому они тоже имеют очень важное значение, и люди, следующие, скажем так, звезды, они их заинтересованы именно, в первую очередь, в такого рода приемников. Поэтому классическая схема супергетеродидового приемника, она реализуется, ну, достаточно часто и активно. Правда, она оказывается немного укушенная, и здесь вот эта изображенная укушенность. По идее, нормальный супергетеродид должен содержать сначала прессивектор и малышумящий сигидет на фоне. После этого вы можете ставить смеситель и сбрасывать сигнал на низкую промежуточную частоту, где у вас уже имеются технические средства и для структурального анализа, и для обработки, и для визуализации, для чего вам достать хочется. Однако отсутствие малышумящих сигидетелей в трагерцовом диапазоне, а по сути дела, начиная с кратковолновой части миллиметрового, вынуждает создавать схему вот со смесителем на фоне. Об одной из таких схем будет рассказывать профессор Кошелец. Дело в том, что если мы с вами сумеем обеспечить достаточно низкие собственные потери в этом смесителе и достаточно низкие собственные шумы, то получается не так уж и страшно, что вы не поставили, не создали классический супергибератив с хорошим секрективным учредителем на фоне. Шумы при этом вы можете тоже обеспечить, скажем так, близкие к квадратному пределу. И в этом смысле существует обширная серия всевозможных элементов. Ну, первый и наиболее общий потребительный, с которым, так сказать, работали десятки лет люди, это, по сути дела, мало чем отличающийся от тех структур, которые наши деды праздновали, накалывали иголочкой на полупроводник. Это так называемые диоды с барьером шотки. Эти смесители, диоды с барьером шотки до последнего времени были единственным прибором, на котором работали в коротких миллиметрах. Ну, а в 3 Гц, по сути дела, это было просто единственное устройство, на котором можно было преобразовать сигнал в низкую промежуточную частоту, на которой уже существуют и малошумящие элементные базы обработки и тому подобные вещи. Но, тем не менее, в 80-х годах появились сверхпроводниковые структуры, сверхпроводниковые структуры типа сверхпроводника, изолятор сверхпроводника. На этих структурах удается преобразовывать не только с потерями в преобразовании, но поскольку на вольтамперной характеристике СИЗ-перехода есть участок с отрицательным сопротивлением, то, строго говоря, можно осуществлять преобразование даже с небольшим усилением. Ну, здесь в практике меня сразу поправят, что да, теоретически, конечно, можно, но всякий участок с отрицательным сопротивлением, чреват самовозбуждение, вы мгновенно получите, скажем, генеральный усилитель или непреобразователь. Поэтому, как бы, имевшиеся в литературе сообщения о том, что есть СИЗ-вмеситель не только с потерями, но даже с неким усилением, ну, это на самом деле в конечном итоге не являлось практичным. Эти приборы в конечном итоге переделывали, гробили вот это вот сопротивление, и выводили его на близкое к нулю состояние, но самое главное, обеспечивали резкую неминейность. Главное для, так сказать, преобразователя, это не отрицательное сопротивление, а это обеспечение достаточно большого отношения сопротивлений двух участков вольт-амперной характеристики. И это, так сказать, удавалось сделать, рубирался фрагмент вольт-амперной характеристики, повторюсь, все-таки с положительным сопротивлением, с некоторым, но на так называемый, Олег Сергеевич не даст соврать, на коленке. То есть вот эта коленка, этот перелог вольт-амперной характеристики, где сопротивление испытывает значительный перепад, где вот эта неминейность имеется. И вообще, по мнению, так сказать, это уже глубоких физиков, есть утверждение, что СИЗ-сверховодник, изолятор-сверховодник, это самая резкая неминейность в природе, которую удалось на сегодняшний день наблюсти. Я не отвечаю за это заявление, я не занимался поисками еще более резких неминейностей, но утверждается это так. По этой причине вот эти структуры построены на классических сверхпроводниках, а конкретно чаще всего им и необий. Но необия сверхпроводимость наступает при 9 терминах, следовательно для охлаждения такого рода, для получения сверхпроводящего состояния, нужна криогеника гелиевого уровня температуры, то есть в окрестности 4-4,5 градусов. И эти смесители, по сути дела, выяснили для частоты около 1 терагерца шерковые диоды. Шерковые диоды тоже начали охлаждать, это тоже достаточно продуктивное занятие. Правда, у шерковых диодов, поскольку у них нет вот этой принципиальной точки сверхпроводимости, их достаточно остудить до водородных уровней температуры, это несколько легче достигаемые температуры. И при этих температурах серьезным образом помораживаются, естественно, в первую очередь, найпильцевые шумы, становится, так сказать, более-менее серьезный вклад дробовых шумов, но, учитывая особенности изменения вольтамперной характеристики, удается существенно снизить ток, а раз мы снизили ток, то, соответственно, и дробовые компоненты шумов также снижаются. Поэтому охлаждение получается необходимым не только для продуктов принципиально, требующих холода, сверхпроводниковых структур, но охлаждение требуется и для более простых и понятных вещей, вещей, которые уже часто готовы в виде микросхем на заводах промышленности, в частности, Томский НИИПП, выпускает линейку вплоть до субмиллиметрового диапазона, до 0,8 миллиметра, линейку уже готовых смесителей, как мы с вами в прошлый раз говорили, на трагерцовых волнах уже нет смысла делать просто элементы, просто элементную базу, поскольку провода, подбирающие диоду, имеют такие паразитные параметры, что без их учета мы не в состоянии реализовать нормальную микросхему. Поэтому фактически это идет речь о создании неких интегральных микросхем наставе ТБШ-диодов, встроенных в полноводную или какую-то иную линию. Итак, вариантов, на самом деле, как я уже сказал, построения этого суброгетародина довольно много, но для трагерцового диапазона наиболее характерен, а на сегодняшний день вариант усеченный, требующий, что называется, смесителя на входе. После этого выселения расход осуществляется на ближайшей частоте, и это, так сказать, некая особенность этого диапазона. Детекторные приемники, как я уже сказал, они не нуждаются в ближайшей частоте, они утрачивают информацию о фазе и о спектре принимаемых и сигналах фактически, с контральной особенности сохраняются только за счет селективности входной цепи. И, так сказать, понимая, чего вы приняли, вы говорите, что мы в этом диапазоне, так сказать, продетектировали. Здесь я перечислил четыре наиболее широко применяемых на сегодняшний день типа структуры, на которых и строятся балометрические приемники. Ну, о балометрах на холодных электронах лекцию прочтет сам Леонид Сергеевич, я поэтому не буду вам на эту тему рассказывать. О балометрах на краю перехода нам с вами рассказывал Сергей Виталиевич Шитов. Про генетика Дактор Детектерс немножко рассказал вам я на прошлой лекции, поскольку это действительно некая особая вещь, особая структура. Но я очень надеюсь, что главный разработчик этих структур также приезжает к нам в конце октября, и мы постараемся его послушать не только о том, что они из себя представляют, но и каковы последние достижения. Дело в том, что когда я ему звонил месяц назад, я говорю, Андрей, ты где? Я говорю, вот сейчас в Чили мы как раз ставим в Атакае, так сказать, вот эти кинетика Дактор Детектерс, матрицу из этих детекторов, и у нас уже, да, 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 хорошая матрица. Знаешь, она у них пока пробная, но у них, по-моему, там было 16 элементов. Ну, ты видишь, в его лекции он же привозил, так сказать, красивая такая структурочка, с белыми линзочками. Ну, я думаю, что он нам сейчас на эту тему более подробно расскажет, а за недостатком времени я постараюсь пройтись дальше чуть-чуть побыстрее. В прошлой лекции я просто пролистал этот фрагмент, но сейчас я все-таки немножко вам должен буду рассказать, так сказать, сначала я вас всех, как бы, это самое, огорчил, что невозможно пока построить классический супер-гитар-1 с УВЧ на входе, и вообще, так сказать, худо делал с такого вот элемента и вас. Теперь я все-таки чуть-чуть развею эту печаль и покажу вам картиночку, в которой видно, что на сегодняшний день уже с вполне приличными инферистиками имеются усилители на хентах, хентах, хай-электрон-мобильнике транзистор на полевых доступе тела транзистора до частот, вплоть до субмиллиметров. Эта лекция также будет выставлена на сайте, и все информации, коллеги, вы можете, так сказать, брать смело. Может быть, поэтому целый ряд наших коллеги не слушать внимания, прошло ли их слышали на фига родителей, тогда все нужно скачать. Поверьте, я говорю далеко не так, как написано. Наверное, обратили внимание, где-то я, так сказать, ветвлюсь, где-то я пробегаю быстро, поэтому желательно все-таки посещать. Итак, вот тот самый классический супер-гитар-1 с УВЧ на входе, он сегодня вполне реален на трагерцовых омутах. То есть, лямба 08 миллиметра просто-напросто существует в структуре. Правда, последняя статья, кстати, White Ripple E, серия NTT, Microwave Technical Technology, была опубликована, что померены S-параметры. Вы прекрасно знаете, что такое S-параметры, и, значит, при измерении S-параметров они поняли, что коэффициент усиления более единицы доступен на лямбу 08. Они его остудили, при этом получили чуть больше, так сказать, усиления и, естественно, так скажем, параметры, отвечающие из шума данного творения, и быстренько опубликовали уже. Действительно, некий уникальный результат, транзисторный сбор, работающий при температурах в окрестностях 20 кельген и при частотах в окрестностях 360 гигагерц. Так что вот, это уже фактически заметно трагерцовый диапазон, причем, как я уже говорил, в узком понимании смысла этого слова, 0,3 ТГц, 3 ТГц. Это, как бы, строго ограничено, это правильно, хотя, повторюсь, сейчас многие толкуют этот диапазон в решительном смысле и говорят, что от 0,1 до 10. Хотя это, повторюсь, на мой взгляд, не вполне корректно, ну, вы можете это встречать, и это отчасти обратно. Итак, мы видим с вами, что вот такого рода структуры и по эквивалентной схеме они загружены, так сказать, ну, как эти полевые транзисторы, уже вполне приличные характеристики доступны. Но в какой-то момент полевики застопорились. То есть реально это продвижение в последние годы идет очень медленно, причинно технологическое изготовление затвора. Затвор крюльяка оказывается очень тонкой, деликатной штукой, которую, по сути дела, сделать не очень удается. Мы также занимались работами, связанными с малошумящими хем-усилителями. Ну, в частности, я, так сказать, немножко вам представил, это длинноволновый аналог, по сути дела, для нас это диапазон промежуточных частот, но сегодня за меня это я не могу не похвалиться. Я, собственно, вам говорю, что я уезжал после прошлой лекции в Москву. На самом деле я уезжал не в Москву. Я уезжал в Движние озера, в Центр управления полетом, и там мы установили вот такой вот креогенный МШУ с шумами в 5-6 гербинов, точнее, мы их померить не смогли. Этот прибор уже почти год установлен в этом телескопе, наработал несколько сот часов, и сейчас стал штабным прибором 64-метрового телескопа в Центре управления полетами. Он ведет всевозможные наблюдения, сопровождение, в частности, вот в конце прошлой недели мы сопровождали радиоастрономическую обсерваторию космическую, радиоастрономическую. И вот сейчас, к сожалению, из-за выхода из строя такого же телескопа «Сурийский» это фактически единственный ресурс в северном крушаре, который в состоянии сопровождать такого рода миссии. А частота? Частота 9 гига. Ну да. 9 гига-дерц. Это стандартный телекоммуникационный канал, вот это уже телекоммуникации, которые вот в этом же базове работают надежно. И этот телекоммуникационный канал, ну, как я уже говорил, был к нами создан не для радиоастрона. Радиоастрона летает по очень компактной, достаточно компактной орбите вокруг Земли, и там не было нужды в таком замечательном приемнике. Спохватились наши коллеги, что им нужен хороший приемник из-за того, что 8 ноября, мы с вами будем слушать, смотреть телевизор, планируется запуск миссии «Фобос-Грунт». И эта миссия стартует 8 ноября, и спустя пару месяцев она окажется в недосягаемости всех технических средств, кроме нашего приемника. Дело в том, что, когда проектировали эту миссию, немножко забыли, что, когда делали луноход, луноход гулял совсем рядом, вот этот луноход будет гулять на расстоянии 390 километров, и, соответственно, мощность передатчика, который там есть, это 20 ватт, и этот 20 ватт передатчик нужно суметь принять на Земле. Вот такого розыгрыша, то есть, сурфу мы сделали, и в эту пятницу мы ее сдали окончательно заказчику. А как планируют тогда принимать, когда планируют передатчиков? Ну вот, вы знаете, сейчас очень часто по разработкам используется старый задел. Залезают в ящик уголь, смотрите-ка, 40 лет назад мы сделали прекрасный луноход, давайте-ка мы его туда и пошлем на Марс. И все, как бы, так сказать, вот уже сделанное, оно считалось сделано. А кто-то не спохладел, сказал, елки, а что делать-то? Тут же 300 миллионов, надо что-то делать. Мощность передатчика на Земле, естественно, можно увеличить. Там сейчас поставили еще пару здравильных холестронов, и поэтому тот приемник, который заложен уже, он на декану, ясно, неделю назад отвезен на декану. То есть там же ничего изменить нельзя. Но здесь сделали мощный передатчик, поэтому там все в порядке. Теперь вот этот 20-ваттный приемник, ну, надо сейчас не принимать. Ну, посчитали энергетический потенциал, и стало ясно, что если 6 градусов шумов будет, плюс еще 12 атмосфера там с антенной добавят, ну вот, мы тогда сумеем нормально общаться с этим каналом. Если этого не будет, ну, собственно, вот нам после этого задачу поставили. Мы ее достаточно быстро решили. Как я уже говорил вам на прошлой лекции, очень большой интерес, все-таки, к этому диапазону и к такому вот структурам с молшебнящими приемниками на входе по сторонам. Ну, эта картинка, еще раз повторена, в прошлый раз я так-так очень быстро пробежала. Это приемник РАК на две поливизации, установленные на 14-метровый телескоп в Финляндии. Как я уже рассказывал, здесь есть технические трудности, вот здесь приведены шумовые характеристики, они, к сожалению, больше соответствуют второй цикле, 100 градусов шумов, чем первой, которую хотелось в 50, поэтому, как это сказать, такого полного удовлетворения от такой разработки на сегодняшний день нет. Главная, на мой взгляд, причина состоит в том, что сейчас очень ущербно стала элементная база. Забуксовав на производстве хороших транзисторов, по сути дела, на сегодня осталось всего две технологии, на счетке способные делать транзисторы диапазону 100, 200, 300 кик. Это Япония и Соединенные Штаты. Они это делают для себя, под себя, под своей задачей и, в общем-то, не видя серьезных перспектив, ну, перемены, я была с вами до начала, да, поэтому не позволю себе ее подпустить. Они фактически свернули на сегодняшний день эти производства, и поэтому, мне кажется, что это в какой-то мере тупиковый элемент, хотя похвалиться, как это все делается, ну, вот, наверное, надо. Здесь все вот такое блестющее, все это вакуумные краста, охлаждение до 20, до 12, так же я бы сказал, градусов кельвером, ну, и эта вещь, так сказать, опубликована в паре Турнежу. Теперь мне бы хотелось несколько слов сказать о тех технических и теоретических трудностях, которые возникают при разработке, при проектировании, при создании вот такого рода охлаждаемых систем диапазона коротких миллиметров и субмиллиметров. Ну, первая вот такая довольно забавная задача у нас возникла. На этой почве мы серьезно расстоялись с Сергеем Викторовичем Капоновым, с его, так сказать, с людьми, занимавшимися разработками ДБШ, вот, здесь вот приведена некая структура, представляющая собой ДБШ-смеситель. На правой картиночке есть некий заложенный волновод. Вот, вы понимаете, поскольку длина волны короткий миллиметр, то и волновод тоже там 1 на 2 миллиметра всего. И в нем подвешена тоненькая пленочка, на которой и напылена вот эта структура диона. Ну, соответственно, есть там некие антенны, так сказать, есть элементы, все это очень компактное, маленькое, тоненькое. И когда мы стали охлаждать диоды на барьере шелки, выяснилось, что вот этот сдвиг политообиодной характеристики, характерный, как он показан, характерный для охлаждения, при охлаждении почему-то не осуществляется. Ну, если бы вы макнули просто в кипящий азот или в кипящий гелий, то, наверное, ваш диод все-таки охладился. Но макать в кипящий газ в приемнике – это нехорошо. Наверное, вы слышали о так называемом микрофонном эффекте, когда у вас есть диодик, через который течет ток, на нем идет активное кипение, поскольку есть джоглевое тепло. Вот эти пузырьки телепают вашу плоденкую структуру, модулируют среду, поскольку все-таки хоть и невелика плотность жидкого газа, но она все равно больше, чем плотность газогазообразного. Поэтому, так сказать, вот эти все эффекты, они выглядят очень нехорошо, и поэтому, как правило, я вам показал эти картинки, все в железе, все в металле, все это помещается в вакуумный криостат. А в вакуумный криостате сразу возникает проблема эффективного охлаждения. И если, допустим, охладить пленочку с СИС-структурой или с балометрами, порой бывает не так уж и сложно, у вас, кроме того, токи там, микроскопические, то диоды на море решетки потребляют вполне осязнанные миллиамперные токи, и эти миллиамперные токи если неэффективно продевают эту структуру. А раз эта структура согрета, значит, что она шумит, как при комнате. И эту проблему мы долго, так сказать, пытались решить с нашими коллегами, как же, так сказать, нам это сделать. У меня ничего удобного не оставалось, надо было переделывать электродинамику этой микросхемы. Нужно было обеспечить структуру таким образом, что в центре водовода можно было бы себе позволить повесить элементы антенной вещи, а сами диоды следовало бы поставить как можно ближе к мясу водовода. Тогда мы могли бы получить более эффективное охлаждение. И тепловой мостик получился бы меньше. Но, как бы, так сказать, люди Сергея Викторовича помнят, в частности, когда Дмитрий Геннадьевич Павельев, профессор университета Нилбачевского, занимающийся, так сказать, по-прежнему близкой тематикой, они сказали, «Не, у нас есть оптимальная структура, мы ее хорошо рассчитали по этой динамике, а ваше все думы, сколько температура, это все равно да». Пришлось доказывать. Ну, как доказывать коллегу, тоже очень сложно. Оказывается, первая задача водопроводности, она не имеет такого решения в общем виде. Пришлось аж математикой привлекать для того, чтобы рассчитать некий тепловой профиль, а такова же температура в этой точечке, у нас с вами есть некий кусочек латуни, да, это водопроводник, он вот из себя внутри представляет некую структуру, дальше есть пленочка, здесь вот этот шумящий, игреющийся диодик с током. Пришлось порешать задачу водопроводности. Честно или четко посчитает, оказалось, что мы имеем от 20 до 60 градусов перегрева за счет штатного стандартного тока. То есть вот такого рода проблемных тепловых, так сказать, они возникают практически всегда, и их надо всегда считать. Чувствительность приемника определяется шумовой температурой приемника, полосой и лимитом интегрирования. Ну, полоса, это понятно, для спектральных задач, это просто точность определения спектра, для задач, не связанных с определением спектра, здесь вы просто должны постараться поставить очень хороший, очень широкополосный усилитель промежуточной частоты, и тогда вы сумеете поднять чувствительность. Но время интегрирования это тоже вещь, так скажем, условная, поскольку порой вы имеете возможность накапливать сигнал часами, днями, годами, а порой вы не имеете. В былые годы мы этого не имели из-за технических средств, поскольку накопитель у нас был представлен РЦ-цепочкой. Ну и, соответственно, мы должны были иметь хороший резистор, конденсатор без утечки, но время интегрирования, как правило, было 1 секунду. Поэтому, когда сейчас люди сравнивают приемники и говорят, что у нас чувствительность столько-то, чувствительность столько-то, и коллега спрашивают, а приведенное к какому времени? И говорят, к 1 секунде. Это не от того, что люди любят систему СИ и привыкли к 1 секунде. Но вот как раз 1 секунда – это примерно предельные возможности хорошей, стабильной интегрирующей цепочки на элементной базе, ну, скажем, 30-летней давности. В противном случае у вас уже начинает прийти конденсатор, у него утечки и так далее. Поэтому приход хороших цифровых технологий, которые позволяют проводить интегрирование практически неограниченно, стали для вот такого рода задач уникальным инструментом. Правда, вы тоже понимаете, здесь тоже есть своё льно. Во-первых, вы не всегда имеете неограниченное время, особенно для астрономии. У вас, скажем, объект ушёл за горизонт и всё, поэтому вот как бы ваше время ограничено сутками. Мы работали и по медико-биологическим задачам. Здесь тоже меня пригласили сделать приемник с собственными шумами поменьше. Причина была проста. Для того, чтобы обеспечить достаточное решение для радиотепловизора, старались, так скажем, увеличивать время. Несчастной жертвой сидеть перед радиотепловизором в течение часа категорически не хотела. И чтобы сэкономить на этом, слава богу, здесь время стоит по корням. Поэтому, когда мы сделали в порядок лучший приемник, мы радикально уменьшили время. Эта система стояла в ХИТО, довольно успешно её применяли в своё время в аграрике для всяких этих самых своих акупунктурных точек. Люди, занимавшиеся там, электермал, по-моему, так что-то, так сказать, из глиеров, вот там, где агентские точки. Довольно обширный перечень, так сказать, задач на этих геологического свойств решался на такого рода вещах. Но я, собственно, эту формулу вам привёл не заради того, а всё-таки надо понять, а что же, так сказать, вкладывает и как всё это, так сказать, устроено. Ну и здесь приведена стандартная формула, по-моему, она для техники называются формулой Фрикса. Это формула для цепочечной схемы, скажем, некого приёмника, где шумы, приведённые к опозу, пересчитываются через усиление или потери предыдущих каскадов. Ну, это, по-скольку, не стандартная формула. Ну и мы просто-напросто взяли и посмотрели, а что из себя представляет, скажем, тот же ДВШ-приёмник, который я вам, так сказать, представлял, и из чего он складывается. Оказывается, помимо стандартных и штатных элементов, которые мы с вами привыкли, смеситель, усилитель, здесь есть ещё некие, так сказать, структурки, которые мы обязаны поставить. Стоит скоро мы с вами забрались в криостат. В криостате есть у нас с вами окошко. Окошко, оно неизбежно. Здесь мы, конечно, очень удачно сыграли в понимании окон. Институт при главной физике – это ведущие учреждения, занимающиеся вакуумными генераторами. Это кератроны, да? Вот. И проблема окна там также стоит. Причём она стоит практически столь же суровая, как у нас, а в чём-то даже и суровая. Для нас это окошко, оказывается, источник шумов. Даже, вот видите, 0,2 дБ, а это уже 14 кельников добавляет. Окошко, которое находится при комнатной температуре у криостата. Всё. Что у кератронщика? Кератронщик, вот, проблема ещё суровее. Если мы с вами имеем вот эти пресловутые 0,2 дБ, а там у нас с вами стоит кератрон мегаваттного уровня, то вы мгновенно получаете киловатт потерь на этом окошке. Ну, а киловатт – это печка. Эта печка мгновенно разрушена. Любой материал окна. И эту задачу долго и упорно решали наши коллеги из сильноточной электроники, поэтому, в принципе, подходы на них уже есть. Ну, наиболее красивый элегантный подход, который сейчас рекламируют наши партнёры, занимающиеся короткими миллиметрами и субмиллиметрами в гератронике – это окна из алмазов. Ну, понятно, что это неестественные алмазы. Найти алмаз там сантиметров 10 в диаметре, чтобы через него выпускать излучение, наверное, это экзотика. Но, слава богу, существуют хорошие, отработанные технологиями сегодня. В мире основным владельцем, по сути дела, монополистов является всё тот же известный Дебирский. Они продают эти алмазные окна. Чем хорош алмаз? Мало того, что в нём практически нет потерь на этих волнах. Потерь, внимание. Теплопроводность этого алмаза, она лучше, чем у меди. Следовательно, если вы, вот здесь это окошечко изображено, да, если вы вот этим вашим крючком, теперь мы в обратную сторону, когда гератроники смотрим, отсюда, начинаете греть это окошко, оно не расплавится. Поскольку, благодаря высокой теплопроводности, всё тепло убежит на стенки. Такое вот элегантное, красивое решение есть. Нам это не очень подходило. А у вас, которые не подходят делать тоже? Да, совершенно верно. Но в последние годы вполне успешно конкурируют с Дебирсом производство такого рода окон, Институт Прикладной Физики. Но пока они делают эти алмазы для себя, ну, строго говоря, можно и на продажу. Цена такого 10-сантиметрового диска, который выдерживает атмосферный перепад, порядка 100 тысяч евро. То есть, вот, вполне разумные деньги. Почему я говорю, вполне разумные деньги? Вот я вам показывал приёмники, цена таких приёмников порядка миллионов долларов. Так что, окошко 100 тысяч, которое фактически решает одну из ключевых задач, ну, не является чем-то эскординарным. Правда, даже такие вещи, они у нас создали проблемы на границе, в частности. Когда мы везли этот прибор через границу, ну, естественно, мы его везли, ну, вот такой он, мы видим, большенький так, это на пол стола, железочка, килограммов, наверное, 50, да? А, около сотен. За что нас там ругали, поскольку всё решается в телескоп. Около сотен килограмм. Но ребята, вы спуску мекли на границе, таможенки. Они, глядя, от вес 100 килограммов, цена в томожной декларации миллион долларов, а они раздевлили, вы что везёте? Это дороже золото. То есть, в итоге, эти приборы, они действительно стоят дороже золото. Поэтому, ну, как бы, цены есть цены. Вот здесь приведём этот вот приборец. Правда, это предыдущая серия. Этот прибор, по сути дела, криво, вакуумный креостат с 4 градусной машинкой, замок этого цикла, это рефрижератор. На правой картинке приведёт прибор, это уже совсем инфракрасная задача. Что значит рефрижератор? Что значит рефрижератор? Сейчас расскажу. Вот, это криво-аккумулятор, охлаждающий матрицу сети инфракрасного диапазона. Итак, способ охлаждения. По сути дела, на сегодняшний день для креостатирования приёмников, для охлаждения приёмников, применяются две основных технологии. Это пассивный, это так называемый крео-аккумулятор. Это когда вы берёте пиларчик, вся дальняя часть этой почечки, не что ли, но и как термос. И в этот термос наливается либо жидкий азот, либо жидкий гелий. Полость в этом термосе также от всех термоса откачивается, и в эту полость помещается приёмник. Также делается окошко, через которое уходится излучение. Делаются фильтры инфракрасные, чтобы отбить паразитное излучение. Но эта система требует постоянной замивки, потому что ваш прибор всё равно греется, всё равно есть теплообмен. Здесь, кстати, рассмотрены все механизмы теплообмена. Основные механизмы, они понятны. Первый механизм, это такой чисто кондуктивный, да, вот Q1-1. Это вы имеете, допустим, держатель некий, да, стержень, на которой у вас висит ваш приёмник, да, один конец его закреплён на тёплой стенке креста, а второй на вашем холодном приёмнике. И понятно, что поэтому стержень тепло течёт по закону, если не ошибаюсь, Фурье. Но закон Фурье для надействов, я всегда говорю, ребята, это точно то же самое, что закон Утро. Ну, это не Q1-1, наверное. Это, наверное, не Q1-1, да, Q3-1. А, это Q4, пардон, это Утрианин, совершенно верно. Утрианин, не разглядел. Четвёртая степень, это основной механизм, который отиспечивает, вот видите, всё что-то блестющее, очень сильно блестющее. Блестющее делается, впрочем, в простой причине, при каких значительных клавероперепатах, это уже формула Больцмана, вот, а Фурье, действительно, это 3-1. Ну, вот, если у нас с вами есть два тела при разных температурах, независимо от того, вакуум между ними, воздух, ещё что-то, они обмениваются по закону разницы четвёртых степеней температуры. Поэтому здесь приходится бороться за то, чтобы четвёртую степень мы не убавили, и температура-то тоже западная. Поэтому, фактически, единственный способ, как обеспечить, как минимизировать радиационную компоненту, это высокоэффективная полировка, это хорошая суперизоляция, здесь, чтобы вот этот тепловой поток отражать назад. Вот это, так сказать, лучистое тепло удается победить таким способом. Ну, кроме того, существует ещё, что называется, пара механизмов. Один из них это конвективный, ну, слава богу, вроде конвекции здесь почти никакой. Вот. И близкий к нему механизм по остаточному вакууму. Лучший теплоизолятор, как известно, это вакуум. Если есть необходимость что-то поставить между двумя, скажем, теплообменяющимися вещами. Однако идеальный вакуум – это абстракция. Поэтому мы вынуждены, ну, как бы с этим всё равно мириться и считаться, поскольку кое-какой остаточный газ всегда присутствует между холодной и тёплой стенкой. Ну, и для этого мы обычно ставим, используем вакуум-насосы. Причём, если в прежние годы мы пользовались такие масляные насосы, ну, это минус 2-я, минус 3-я степень. Это не очень глубокий вакуум, и, по сути дела, за этим нам следует ещё что-то придумать. Обычно эта придумка, уж она у нас больно хорошо прямо в руках, это крио-вакуумный насос. Известно, что при низких температурах, если вы возьмёте всё тот же активированный уголь, то он будет сорбировать с невероятной силой, с невероятной скоростью. Поэтому внутрь этих приборов мы засовывали некие томлетки, причём, ну, либо коробочку, так сказать, в объёме за спичечную. И эта коробочка на себя брала фактически все натёки, которые, так сказать, у такого криостата возникают за несколько месяцев. Мы месяцами работаем на этом приборе, а он, так сказать, аккуратно поддерживает внутри себя вакуум. Все натёки установлены. Так что, вот такого задачи, так сказать, существуют. Но теперь всё-таки вернёмся к тому, а как же всё-таки можно охлаждать, кроме того, что наливать жидкие криогенты. Это используют всевозможные холодильники. Ну, холодильников существует много и разных, но подавляющее большинство холодильников построены по принципу, хорошо вам известному в вашем бытовом холодильнике. Это есть в холодильнике компрессор, который сжимает некую среду, и есть зона в холодильнике, где эта среда расширяется. Это самая упрощенная схема, формула всем известна, да, ПВРДМЮ, но, правда, всё-таки Менделеев-Клаперон это для разреженных сред, поэтому здесь уже и, как бы, так сказать, другие давления, но это вы поправками можете выбрать. Там ничего другого просто нет. Это называются газовые криворефрижераторы, газовые креогенные машины, и эти машины работают до температуры вплоть до гелия. Более-менее понятно, почему. Все эти вот хладоны и прочие среды, которые используются в бытовых холодильниках, при креогенных температурах становится, ну, уже всё замерзает. И единственный газ, который сохраняет свои газовые свойства, следовательно, могут стать основой газовой креогенной машины при температуре до 4 градусов, а реально, поскольку вы можете обеспечить откачку, то и до температуры тройной точки гелия, это, по сути дела, только гелий. Других газовых или газовых машин не существует, поэтому рефрижераторы, построенные на этом принципе, работают до температуры, ну, скажем, тройной точки гелия. Ну, а реально там 4, ну, может быть, 2,5, и это, по сути дела, предел достижимых здесь. Вот, ну, поскольку здесь аудитория радиста, то я всё-таки должен сказать, что существуют ещё и термоэлектрические холодильники. Они у нас сами, кстати, используются в некоторых структурах, и Георгий Сергеевич нас сейчас активно побуждает, что полезно делать баллометры, которые имеют внутри себя ещё один термоэлектрический компонент. Но это дополнительное охлаждение. То есть мы с вами сначала забрасываем, так сказать, эту структуру до какого-то базового уровня охлаждения, а потом ещё за счёт тока его и подохлаждаем. И вообще термоэлектрические холодильники тоже сейчас довольно обширный класс, к этим создан, но промышленность выпускает каскадированные термоэлектрические холодильники для температур в окрестностях 120 кель. И это получается некая большая структура, эффективность у неё очень низкая. 120 кель. Да, 120 кель. Ниже практически нет, потому что это уже получается там миливаттные охладопроизводительности, а тут у вас уже десятки ватт выделяются, потому что эффективность каждого каскада не более 50%. Поэтому термоэлектрическое на самом деле не очень перспективно, как самостоятельное устройство для охлаждения по креогерной температуре, параллельно-производительности но тем не менее, оно есть, оно может быть в качестве второго, третьего каскада и так далее. Я не буду сейчас рассказывать ещё о широком классе системы, которые распечатывают субкельные охлаждения. У нас с вами будет отдельная лекция по такого рода вспомогательным системам, ну и мы вам здесь расскажем чуть-чуть подробнее. Ещё одна задача, которая возникает при проектировании такого рода устройств, это на самом деле формула Фрикса, она корректна для дискретных устройств. Мы же с вами имеем вообще говоря не дискретные распределённые системы, причём не просто распределённые системы, а порой находящиеся под перепадом температуры. Ну в частности, если вы допустим, соединяете ваше устройство каким-то волнородом, ну здесь вот рассмотрен некий более общий случай, когда ещё и волновод это не регулярный, а волноводный переход. Ну как бы упростить можно, и соединить обычных волноводов. И так делается некий волновод из нержавейки. В финском приёмнике у нас аж два нержавеечных волновода стоят, правда на этих волноводах возникает естественно перепад температуры. И эти волноводы имеют определённые собственные шумы, поскольку волновод на этих волнах имеет значимые осязаемые потери. Для того, чтобы корректно рассчитать их вклад в ту формулу, дискретных подходов недостаточно. Приходится анализировать и закон распределения температуры по этому волноводу. И закон распределения потерь, слава богу, есть вот этот вот забавный закон Гелеманов, Франц Воленса, который связывает теплопроводность и электропроводность для чистых металлов. И Воленс там третий. Эта связь позволяет нам однозначно сказать, когда мы с вами установили профиль распределения температуры, сказать, а как ещё у нас разлеглись потери. Померить потери мы можем только интеграем, правильно? А как их раскидать по кускам? Как шумит каждый из этих кусочков, чтобы посчитать эту интеграмму? То есть вот такого рода задачки тоже по-моему приходится решать. Ну здесь это некая композиция и электродинамики, и термодинамики, и даже вот видите физику твёрдого тела. Ведеман Франц Воленс это из твердотельных вещей, а корректность применения этого подхода обусловлена тем, что тонкий слой полновода, такой несущий, выполняется из чистого золота. Китлопроводность по нему идёт маленькой, китлопроводность определяется толстой несущей нержавейкой, а электропроводность к этим золоту. Поэтому, как бы сказать, подход такой твердотельный, чистый, он вполне содержательный. Ну, про окна я вам уже рассказал, не показав картинки, я подзабыл, что у меня есть эти картинки. Вот здесь вот приведены окна, которые и модель, как так сказать, распределяется тепло, и как же мы задаемся в этом окошке. Это тоже целая забавная задачка, поскольку для начала надо установить, а каков закон распределения температуры. Дальше, поскольку эта вещь диссипативная и находится при определенной температуре, мы можем с вами аккуратно сосчитать, каков вклад шумов и какого рода структуры окажется в вашем приёмнике. Ну, собственно, структуры самые разнообразные. Есть и плоские, вот это вот плоское окошко из тонкой плёнки. Есть и одновременно выполняющие функции концентратора, это некие линзовые окошки. Такие вещи, так сказать, тоже и считаются, и создаются, и тестируются. На черных окнах, помимо вот такой теплофизической и шумовой задачи, возникает задача, очевидным образом связанная с просветлением. Все мы прекрасно знаем, что раз мы с вами поставили в пучок некую среду с эпселом и ной, у нас с вами возникает отражение. С отражениями надо бороться, поскольку это в частую потере сигнала, бороться известный способ, оптики знают, это называется просветление. Наносится четверть волновый или эр на четверть волны, слой с эпселом, равный среднему геометрическому между эпселом одной и другой среды. В этом раскладе мы с вами имеем возможность в довольно узкой полосе иметь, скажем так, нейтрализацию этого воплощения, поскольку сигнал, отраженный от первой границы от второй, складывается противоопасно. Такого рода, скажем, просветляющие схемы есть. Ну а для коротких миллиметров и нашего субмиллиметрового диапазона, конечно, вот та технология, которую используют в оптике, в оптике это все, вы понимаете, нанометры, тоненькая пленка. Почему там нет прямой линии, где мы вообще не понимаем? Стенный креосет на верхней коротких термосферах и на зубах, да? Да. А там профиль показывает эти вот ленточки, что ли? Нет, это один из вариантов. Как я уже вам сказал, здесь есть два варианта. Один вариант, мы с вами берем и ставим ленточку, а второй вариант, это вот этот. Мы с вами ставим пленочку, 20 микронную, майлайную пленочку, но поскольку здесь вакуум, а здесь атмосфера, эта майлайная пленочка, потому что микронная, встает в форму шага. И когда проектировать эту систему, вы должны понимать, что она его вытянет, она не будет стоять плоско. Ну, это как бы особенности зажима, вот, но она ее обязательно вытянет, и она станет полусферой, поэтому очень близко ставить здесь какие-то компоненты нельзя, поскольку она иначе на них ляжет, может проколоться или все такое. Так что здесь два разных варианта окна. Так вот, просветление для полновой части миллиметрового и ступериметрового диапазона в виде нанесения тонких пленок не очень эффективно. Поэтому более простой вариант, это нанесение, вот здесь, к сожалению, плохо видно, в оправдой линсе, и вот на этой линсе нанесены концентрические канавки на поверхности, которые, по сути дела, и обеспечивают вот этот эффективный Эпсилл, метод подбора той толщины, какой нужно. Сейчас очень активно занимаются материалами, сейчас существуют вспененные всевозможные материалы, которые вообще вы можете Эпсиллу подобрать любую. Поэтому технологий достаточно много на производстве. Эффективный Эпсилл, смысл? Да, совершенно верно. То есть они располнены, что скажем, нет. Но он настоящий Эпсилл? Конечно. Конечно. Эффективный Эпсилл за счет, так сказать, их нано-пористых сук. Гермоокни, ведь это герметичные. Да. Ну естественно, раз у нас с вами вакуум, значит окошки должны быть герметичные. Вот. Еще, значит, все-таки, эта картинка, к сожалению, не должна была быть там, я говорю про Хентер, но там она, где она немножечко отрушила. Все-таки, я не могу не сказать о том, что биполярные транзисторы, как нам любимые и привычные лимоволновые диапазоны, ну как бы, забыть. Нет. Совершенно неожиданно последние 10 лет начали активно заниматься биполярными транзисторами, а в биполярных культурах нет вот этой игрушки, которая называется затвор, которая есть в Курбикан. И там нет этой проблемы создания этих намного затвора. И удивительным образом, благодаря вот этой вот особенности на сегодняшний день появилась масса интересных решений. Поэтому вот первый слайд, это еще касается Хентов, и действительно мы видим, что Хенты, так сказать, они уже субмиллиметровыми диапазонами есть, а вот биполярные транзисторы, они уже вернулись, и на сегодняшний день очень активно продвигаются, причем есть уже биполярные транзисторы, то есть частот субмиллиметровых, также выше 300 гиг. Вот здесь вот приведена структура, вы видите эквивалентную схему уже со стандартным биполярным, но я, собственно, его смотрел в контексте возможности использования для нашего коммуникационного приемника, их уже можно ставить. Но повторюсь, на сегодняшний день, вот здесь обширнейшую библиография, можно посмотреть, и видно, что они активно движутся и в кратковолновую часть миллиметровых, и в 100-миллиметровый диапазон. Я считаю, что особенно для студентов, к тому моменту, когда вы уже будете где-нибудь сидеть на салюте или еще где-нибудь и заниматься практическими разработками, вы с легкостью будете создавать супергетеродины на биполярных транзисторах вплоть до терапевационного диапазона. Вот эту картинку я еще раз в чуть-чуть большем формате привел вам из прошлой лекции, я ее забыл извести, но не похвалиться не могу. То есть, по сути дела, имеется уже обширный опыт создания крепительных приемников в большом-большом диапазоне и в большом диапазоне температур. Температура от комнаты, теперь мы сейчас уже залаживаемся на субгельменные уровни эти температуры. Теперь несколько слов все-таки расскажу о, причем слегка издалека, о том, а для чего же нам все-таки эти приборы нужны и под что мы сегодня уже подписались. Как я вам рассказывал, лаборатория реагенной энергоэлектроники на сегодня уже подписалась под то, что будет делать приемники для двух астрономических обсерваторий. Одна обсерватория баллонная, например, вторая обсерватория космическая, миллиметрон. Ну, до этого лета, на самом деле, миллиметрон шел вяло. Причина была простая. Его предшественник, радиоастрон, никак не мог вылететь. Его откладывали из года в год. Это еще из советских времен проект. То есть молодежи, нынешних студентов, еще и в помине не было, а радиоастрон уже проектировали. И я не могу не показать несколько картинок. Итак, обсерватория радиоастрон, прототип миллиметрона. Здесь он еще стоит в кабре Славочкина, в свернутом разгроменном состоянии. И вот, собственно, есть сайт радиоастрон, на котором приведены картинки. Итак, этим летом, в июле месяце, благополучно стартовал радиоастрон. Вот, несколько кадров. Давайте все-таки поднять от слов радиоастрон. Итак, радиоастрон оснащил приемниками вплоть до сантиметрового диапазона. Самый коротковолновый для них это 1,3 сантиметра. То есть это в районе там 20-30 гигагерц. Это, конечно, далеко еще до терагерц. Но зато та следующая миссия километром, она начинается с приемника именно этого. То есть крайние приемники совпадают. Ну а также мы будем перекрывать все вплоть до десятка терагерц. То есть в масштабе «Свест Рашен» там планируется несколько десятков, так сказать, приемников вывести на облигу. Так вот, радиоастрон на сегодня успешно летает. Мы его сопровождали из любежих озеров. Антенна раскрылась, это самое главное, потому что там были большие сомнения. Заработал мазерный стандарт премии производства, кстати, нашего Межгородского. Известно, что книги «Флук-Кварц» — это создатель основной технологии современных водородных мазерных клоков. И время чеки, как это сказать, отточковавшиеся фирмы, живущие у нас на шаре в здании бывшего завода «Эталон» поставили туда, и этот «Эталон» сейчас работает. Следовательно, главную функцию обсерватории радиоастрона может осуществлять. А главная функция — это наблюдение в режиме интерферометра. То есть вы имеете два глаз, разнесенные на большое расстояние, поэтому орбиты довольно высокоэллиптичные. И вы имеете очень большую базу, это вам позволит разрешать очень компактные источники. Именно это основная цель, потому что в только главном диапазоне можно было налетать в космос, нужно было спокойно смотреть Земли. Но на Земле невозможно создать такие длинные базы, как бы Земля, вот у нее есть, ее диаметр больше никак. А здесь мы с вами выведем и распорядок большего разрешения сумеем сделать. Так вот следующий, так сказать, несильный метод, как я уже сказал, от 1,3 см до 100 мм. Он также будет свернут, запакован. И в 2017 году ракета-носитель «Платон» будет выведена на армию. А это 2,4 квадрата? Да, это 2,4 квадрата, хорошо понятно. Структура его будет примерно такая. Креогеник будет обеспечиваться довольно хитро. Поскольку с этой стороны греет и солнышко, греет и Земля. Для того, чтобы охладить антенну и приемники, все закрыто в серии эволюционных экранов. Вот те самые блестящие экраны, вот та самая эволюционная компонентка, она будет полностью отбита. И уже даже без активных систем мы с вами будем иметь здесь температуру в окрестностях 10 градусов. Ну, более-менее понятно, что если вернуться к той формуле Больцмана. Вокруг у нас здесь с вами температура не выше реликтового фона, то есть 2,7 Кельвина. Ну, а с этой стороны все заэкронировано и закрыто. Значит, рано или поздно вы придете в некое равновесие с этим фоном. Ну, поскольку здесь есть определенное тепловыделение, то эта точка равновесия будет немного сдвинута. Она будет в окрестностях 10 градусов. Но 10 градусов это не так холодно, как хотелось бы астрономам. Поэтому на борту миллиметрона будут активные рефрижераторы космического позирования, сертифицированные для работы в космосе. И они обеспечивают температуру в окрестностях 4 градусов. Для большинства приборов размещают в ее контейнере. Но также будет установлен кельвиновый рефрижератор. Об этом мы как-нибудь отдельно поговорим. Который обеспечивает температуру полометров наших с вами на уровне 0,1 Кельвина. Это, так сказать, уже запланировано. Ну, собственно, уже сделали некую модель этого миллиметрона. Составили перечень аппаратуры, которые там будут. Но я надеюсь, что на эту тему вам расскажет еще один приглашенный профессор, Григорий Нович Гольцин. Дело в том, что я являюсь техническим руководителем всего проекта. И антеннная часть там нет, и все остальное. А у меня есть заместитель по приемному комплексу Григорий Нович Гольцин. Он там частенько приезжает. Но об этом я уж не буду забирать. В этом году он расскажет он сам. Поэтому состав этого комплекса, что там планируется, что там будет. Мы с вами послушали Григорий Нович, поэтому я постараюсь пролистать это быстро. Почему мы утверждаем, что такого рода комплекс можно создать? Мы его будем создавать на основе широчайшей международной операции. И, собственно, лаборатория, как я делаю на электронике, я виделась благодаря как раз именно этому проекту. Я, как технический уговоритель этого проекта, собирал заинтересованных людей из сообщества разработчиков приемной аппаратуры полтора года назад в городе Поля. Там мы проводили блок-шоу в этот миллиметрон. И там приехали два участника комплекса. Один из них Дмитрий Хохлов из МГУ. Второй из них Клеонид Кузьмин из Чарликса. Они подряжались сделать некие приемные структуры и себя позиционировать как, возможно, поставщиком для миллиметров. Но тут объявили корпус, сказали, можно получить грант на это. Мы сказали, почему бы нет, почему бы нам не отправить одного из наших коллабораторов к другому, к Хохлову, и сделать аж две системы для миллиметров за 150 миллионов рублей. Не получилось, к сожалению. Дело в том, что Леонид Сергеевич забыл уволиться из НДУ. Он 20 лет числится там в административном отпуске. А по правилам этого гранта нельзя ехать в тот университет, где у тебя в регионе есть трудовые отношения. Поэтому мы быстро переиграли, пригласили Леонид Сергеевича к нам, и вот, благодаря такого рода, так сказать, не обещаясь мне счастье, помогло бы, мы решили заниматься миллиметроном здесь. Ну, как бы, по такому миссию это неправильно, тем более, довольно далекую миссию, миссия в 2017 году. Мы поэтому уже сидели, писали проект с Леонидом Сергеевичем и с Михаилом Костериловичем Ширяевым втроем. У меня в лаборатории вот эту жуткую жару прошлогоднего лета. Ну, и мы, естественно, заложили еще и бумеранг, поскольку бумеранг уже как-то близок, и мы можем уже скоро себя показать. Поэтому о бумеранге мы поговорим с нами, или чуть-чуть попозже. Тем более, что бумеранг – это, опять же, любимый конек традиции Леонид Сергеевича. Поэтому я здесь тоже только делаю некий анонс, а представлять его будет именно он. Ну, а здесь вот некоторые картинки того, что уже сегодня летает. То есть мы, например, будем брать не только то, чего еще нет, то, что мы с вами будем делать с Чалберсом, то, что мы будем с вами делать с Римом, но, в частности, есть превосходный инструмент Hi-Fi, который уже сегодня летает в обсерватории Хершеля и демонстрирует прекрасные результаты. У него весьма высокие параметры, и мы просто впрямую будем брать. И автор этой разработки, Андрей Барышев, которым сейчас Кидрю занимается, он, ну, один из авторов, скажем так. Автор это громко сказано, но он как бы занимался частично грузиоптикой этой системы. Он с готовностью это нам будет поставлять. Так же, как и некие наработки в области создания СИС-приемников. Это СИС-приемники для Алмы. Это чинейская серия телескопов, которые создаются силами международного сообщества под руководством Южно-Европейской обсерватории. Здесь интересное техническое решение. Это охлаждаемый картридж. Есть некая общая структура, в которую вставляются вот эти картриджи, а каждый из них представляет собой некий приемный комплекс. По всей видимости, для нас эта идеология очень содержательна. Именно так мы будем строить элегантроны. Ну и про мумеранта мы с вами будем рассказывать в следующий раз. Я очень надеюсь, что не будем о нем говорить. Достоятельно Сергеевичем. В принципе, те, кто посещали его лекции, уже видели его структуру. Это баллонный телескоп, который будет выглядеть на высоте 30-40 км. И наблюдать все тот же элегантный фон. Из полярных широк это уже хорошо. И плюс еще с большой лицатой баллоны. Результаты уже на сегодня баллоны были красивые. Как Иван Сергеевич считает, это Нобелевские премии. Но тут я не могу не порадоваться. Меня это не могу употряснуть не только то, что вот на обрывной речи баллоны рисуют. Меня больше порадовала эта волна, о которой они намерили. Это выявленная акустическая волна в междурожном пространстве. То есть, оказывается, акустика есть и там. Для меня как-то эта вот акустика в космосе, она немножко странная. Но зато временные параметры там таковы, что все становится понятно. Что все-таки столкновительный механизм там тоже есть. И акустические волны. Совершенно ненормально больших длин они там присутствуют. И это, как сказать, тоже одна из возможных задач. Вот здесь представлены. Потрясающие вещи. Ну, а все остальное, как я вам рассказал, мы будем обсуждать чуть позже. Это вопрос, связанный с хориогенными делами. Спасибо за внимание. Всего вечного вечера. До встречи. Спасибо. 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 Спасибо.